Всем привет! Сегодня мы попробуем сделать довольно простой, но забавный проект. Светильник, который управляется жестами. Уууу, магия! Заняться данной идеей меня побудили целых три фактора. Во-первых, позапрошлый ролик, в котором я делал блютуз-колонку с управлением жестами и уже тогда подумал о светильнике. Во-вторых, я всё ещё разбираю коробки после переезда и нашёл у себя в барахле блокнотик с эскизами всяких проектов, которые я вёл, пока учился в универе. Среди кучи всего интересного в нём есть наброски RGB светильника с управлением жестами. Это было очень давно, лет 5-6 назад, и сегодня я наконец-то его сделаю. В-третьих, опять же разбирал коробки и нашёл очень миленький китайский ночник, который я купил на Алиэкспресс ещё в прошлом году и планировал сделать на его основе что-нибудь эдакое. Стоит, кстати, всего 800 рублей, ссылочку оставлю в описании. Это USB светильник с большим плафоном на деревянной ножке. Один такой я уже поставил на тумбочку у кровати, а второй давайте разломаем и переделаем во что-нибудь более интересное. И понадобится нам для этого, естественно, цветная светодиодная лента. Я взял адресную, потому что её проще подключить и запитать. USB кабель на 5 вольт, у ламп как раз уже имеется. И, конечно же, канализационная муфта на 50 в качестве несущей конструкции. Почему сантех? Если вы смотрели мои предыдущие видосы, то знаете, что сантех – это универсальный конструкционный материал, который сочетается с любой другой конструкцией, и данная лампа – не исключение. Давайте разберём и посмотрим, куда тут можно переделать фитинг. Снимаем колпак и освобождаем провода. В целом, для этого не обязательно было разбирать ногу, колпак можно отковырять и так. Вытаскиваем себе немного провода для удобства. Заглушка будет находиться вот здесь, для чего просверлены в ней три отверстия с верлом десяткой. Идеально. Думаю, идею вы поняли. Плафон в итоге немного болтается, потому что корпус светодиодов выпирает. Хотел заменить его гайкой, но резьба здесь, конечно же, геометрическая. Но, к счастью, корпус сделан из сплава алюминия с коробками из-под яиц и очень просто стачивается напильником. Снова всё собираем. Дальше вставляется муфта с заглушкой, и это будет ядро нашей системы. Добавляем немного термоклея, чтобы оно точно никуда не выскочило, и плафон готов. Дальше обматываем муфту светодиодной лентой, предусмотрительно выведя провода вовнутрь. И всё. Эта шишка обеспечит нам приятный цветной свет. А как теперь сделать управление жестами? Первым делом на ум приходит компьютерное зрение. Это компьютер с камерой и пачкой специальных алгоритмов, которые могут распознавать предметы на фото и видео. Вот так, например, выглядит трекинг руки и пальцев. Компьютерное зрение начало развиваться с 60-х годов прошлого века, причём именно в тот период были разработаны основные математические принципы, которые используются и по сей день. С сильным прорывом в области стали нейросети. Они обучаются на реальных изображениях и могут распознать то, что уже когда-то видели. Обучением нейросети занимаются дата-сайентисты, причём дело не ограничивается распознаванием изображений. Нейросети помогают решать очень разные задачи, от прогнозов прибыли компаний и ставок на спорт, до рекомендуемых новостей и видосиков в вашей ленте. Получают такие специалисты весьма высокую зарплату, в среднем 200 тысяч рублей в России и от 10 тысяч баксов за рубежом. Дело в том, что спрос на таких специалистов растёт каждый год, и всё больше компаний нуждаётся в их услугах. Да и вообще, айтишники критически нужны сейчас и будут нужны в будущем, не зря у них столько привилегий от государства. Освоить эту профессию я рекомендую на программе от ВУЗа МФТИ и онлайн школы SkillFactory. Вас будут учить на практике и реальных проектах партнёров из Яндекса, РЖД и Газпромнефти. Разработчики с большим опытом будут поддерживать вас и отвечать на любые вопросы, а Центр карьеры поможет составить резюме и подготовить к собеседованиям с учётом вашего бэкграунда. Обучение очное, но проходит онлайн. Можно учиться из любого города и совмещать работу и личную жизнь. По окончанию вы получите документ от МФТИ. Оставляйте заявку по ссылочке в описании под видео или переходите по кваркоду на экране и указывайте промокод Гайвер на 45% скидку. А мы с вами возвращаемся к управлению жестами. В прошлый раз я показывал микросхемку ПАДЖ 7620, которая управляла воспроизведением музыки в колонке. Я хотел использовать её же для управления лампой, но после некоторых тестов передумал. Жест вращения, который нам пригодился бы для настройки яркости или цвета, работает очень нестабильно и условно лёжа на кровати пользоваться этим будет не очень реально. Это ещё мягко говоря. Так что буду следовать изначальному плану из своего блокнота, в котором для обработки жестов используется самый обыкновенный и дешёвый модуль дальномера для Ардуино. Собственно, Ардуино нам тоже понадобится. Железки подключаются вот по такой схеме, посмотреть на неё ещё раз можно на странице проекта на сайте нашего набора Гайвер Кит, в котором, кстати, имеются все необходимые для данного проекта компоненты. Дальномер надо закрепить в заглушке, сделаю это на глаз. Вроде получилось неплохо. Идеально. Кто ювелир? Саня ювелир. Единственное, с обратной стороны нам мешает плата, но ей можно вполне безопасно отчикать углы и всё поместится. Ну что ж, осталось подключить всё по схеме, тут в целом можно даже использовать проводочки мама-мама, но я решил всё припаять, так будет надёжнее. Готова наша поделка, сантехс электроники внутри, это прямо моё любимое сочетание. Проект внешне довольно простой, обсудить тут особо нечего, поэтому давайте поведаю, сколько школьной математики нужно использовать, чтобы заставить магическую лампу работать. Подключаем к компьютеру и начинаем программировать. Вот краткое тезе самому себе. Я хочу три режима работы. Цветной свет с настройкой цвета, обычный свет с настройкой теплоты цвета, а также имитацию горения огня с настройкой цвета огня. На все три режима нужна настройка яркости. И конечно же должна быть возможность включить-выключить лампу и переключить режим. Это с одной стороны. А с другой стороны у нас расстояние с дальномера и светодиоды, у которых можно настроить яркость каждого из трёх основных цветов. Это будет интересно. Первым делом нужно разобраться с датчиком расстояния. Он здесь ультразвуковой и работает следующим образом. Излучается звуковой импульс, летит вперёд, отражается от препятствия и принимается датчиком. А на выходе с дальномера появляется электрический импульс, длительность которого равна времени путешествия звука от излучателя к приёмнику. Измеряем эту длительность, а затем по формуле скорость-время-расстояние находим расстояние при известной скорости звука. Берём от этого расстояния половину, потому что нам нужна только половина пути, от датчика до препятствия. Отлично, с датчиком подружились. Но есть проблемка. С большим плоским препятствием сигнал получается очень чистый, расстояние измеряется чётко. А с небольшим и довольно кривым препятствием в виде руки появляются жуткие шумы, видимо звук плохо отражается от руки, возможно рассеивается, плюс может ещё пролететь мимо и датчик вообще зашкалит. Давайте игнорировать слишком длинные импульсы и вообще считать их за ноль. Отлично, график стал более адекватным. Шумы имеют в основном единичный характер, поэтому с ними прекрасно справится медианный фильтр. Медианное среднее, в отличие например от среднего арифметического, не вычисляет среднее значение из нескольких. Оно его выбирает, оставляя без изменений. Таким образом можно баферизировать несколько последних измерений и каждый раз искать среди них медиану. Хорошо, одиночные шумы пропали, но остались длинные моменты, когда датчик плохо видит руку. Можно сделать медиану пошире, но тогда измерения будут запаздывать, причём участки провала сигнала всё равно останутся. Тут мне пришлось изобретать свой цифровой фильтр, который игнорирует слишком быстрые изменения сигнала в течение нескольких измерений. И в рамках управления лампой получилось просто идеально. Я планирую два типа жестов, это быстрое движение над лампой, как будто клик по кнопке, и плавное изменение высоты, при котором значение с дальномера будет превращаться в цвет или яркость лампы. Если с первым у нас всё окей, то для второго я бы накинул ещё экспоненциальный усредняющий фильтр, чтобы лампа реагировала более приятной для глаз. Работает он очень просто. К фильтрованному значению прибавляется разность фильтрованного с текущим значением, умноженная на некий коэффициент плавности. Разность постепенно уменьшается, и фильтрованное значение очень плавно стремится к текущему. И вот такой получился результат после тройной фильтрации, меня более чем устраивает. Чтобы обработать дальномер как кнопку, я буду использовать свою мощную библиотеку виртуальной кнопки, которая также поможет со счётом нажатий и удержаний. Ещё буквально несколько строк кода, и у нас появляется основное распознавание жестов. Смотрите, как могу. Один взмах, два взмаха, три взмаха и так далее. Удерживаю, настройка параметра 1. Взмах, а потом удерживаю, настройка параметра 2. Два взмаха и держу, параметр 3. Вот такое у нас получилось нехитрое распознавание жестов с возможностью настройки параметров. Далее у нас первый режим – цветной свет. В текущей реализации у нас есть три цвета, каждый из которых имеет 256 градаций яркости, и суммажно из этого можно получить почти 17 миллионов оттенков. Нам столько не нужно, достаточно будет пары сотен самых ярких цветов, то есть смеси основных цветов между собой по хуевиллу. Алгоритм тут очень простой. Цвета поочерёдно линейно мешаются друг с другом и получаются все цвета из радги. Математически это делается очень просто, при помощи нескольких условий и самой обыкновенной арифметики. Следующий режим – цветовая теплота. Вы, наверное, замечали, что в середине дня и на закате солнце светит разным цветом. Он-то как раз и может быть описан как теплота в кельвинах. Например, пасмурным днём это около 5500 кельвинов – белый дневной свет, а на закате около 2500 кельвинов – уже жёлтый свет. Наш организм бодрится от холодного света и готовится к основу от жёлтого, поэтому в спальнях рекомендуется ставить именно светильники с тёплым жёлтым цветом. Я нашёл в интернете вот такую табличку, которая задаёт соответствие между цветовой теплотой и значениями трёх основных цветов. Табличка замечательно апоксимируется при помощи экселя в простенькие уравнения, и всё это дело позволяет нам настраивать теплоту прямо по значению в кельвинах. Супер. И третий режим – анимация-имитация огня. Всякие разные алгоритмы мы с вами разбирали в ролике про имитацию огня на светодиодах. Тут я буду использовать вариант, в котором периодически генерируется случайное значение, и к этому значению плавно движется сигнал огня. Полученный сигнал огня численно прибавляется к основному цвету огня, и смещает его вперёд по радуге. То есть из красного он делает чуть жёлтый, из зелёного делает чуть синий, из синего чуть розовый и так далее. Также этот сигнал добавляет яркость, то есть чем он выше, тем ярче будет гореть. И получается вполне уютное мерцание, позже посмотрим. Программа получилась довольно большая, я по возможности закомментировал и описал самые интересные моменты. Скачать её можно со страницы проекта, а все инструкции по загрузке в плату также есть на сайте. Также привожу схему и вариант программы для управления RGB светодиодом, он тоже есть в наборе и можно поэкспериментировать таким вот образом. Давайте окончательно соберём лампу и посмотрим, как работает управление жестами без нейросетей. Итак, махнули, включилось. Махнули, выключилось. И так по кругу. Подносим и удерживаем руку. Мигнуло. Теперь вверх-вниз это яркость. Чтобы применить яркость, убираем руку ровно вбок, чтобы значение не уехало. Если сделать клик, а потом удержание, можно будет менять цвет свечения. От красного до красного, через все цветы радуги. Ультразвуковой дальномер всё-таки работает с рукой не очень стабильно. С тетрадкой, например, всё работает просто идеально. При желании можно заменить его на оптический дальномер. Он лучше, но у него более узкий измерительный пучок, и скорее всего навестись на него ладошкой будет ничуть не проще. Давайте переключим режим. Для этого нужно сделать два взмаха. Попадаем в режим светильника с настройкой световой теплоты. Точно так же можно поменять яркость. А если сделать взмах, а потом удерживать, можно будет менять цветовую теплоту. От тёплого жёлтого света до холодного уже почти синего. Следующий режим, опять два клика, имитация огня. Выкрутим яркость поярче. И точно так же удержание после клика позволяет изменять цвет огня. На камеру все световые эффекты выглядят иначе, чем в жизни. Я думаю, вы это понимаете. В жизни оно гораздо-гораздо приятнее. Что ещё? Выбранный режим и его параметры сохраняются в памяти и не сбрасываются при перезагрузке. Я понимаю, сейчас кто-то будет вонять в комментариях, что я сделал очередную гайвер-лампу. Но камон, интересно же получилось. И вроде бы никто такого ещё не делал. Да и ламп, кстати, на канале давно уже не было. Целых 9 месяцев. Так что вот я, так сказать, родил. Следующий видос будет про переезд в новую студию и ремонт. Я его уже почти закончил, ждите. На этом у меня сегодня всё. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу такого управления жестами. Может появятся ещё какие-нибудь интересные идеи. С вами был Алекс Гайвер. Пока.